Я рад приветствовать идущих на смерть на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами посмотрим игру под названием Домино. Эта игра о не простой, о сложной жизни гладиатора. Ему приходится выживать, бороться за свою свободу, бороться за хлеб, бороться за всё. Никто ему ничего просто так не даёт, потому что это несчастные рабы, которым приходится сражаться на аренах смерти. Да, и сегодня мы будем этим заниматься. Эта игра это полнейший симулятор гладиатора. Вот так можно его назвать. Как видите, на заднем плане кровавые картинки. И кстати, да, в левом углу написано, что эта игра содержит много взрослых слов и много жёстких сцен. Поэтому если вам нет 16 лет, то выключите это видео, уйдите в другую комнату и никогда не возвращайтесь, потому что здесь будет происходить кровавое замесиво. Ну что, дорогие друзья, давайте начнём. Перед тем, как начать, естественно, я хотел бы поблагодарить людей из компании DolphinBan за предоставленный ключ. Огромное им спасибо. Мы сможем теперь по своём месте полностью насладиться этой игрой и узнать немножечко, может быть, побольше о жизни-то гладиаторов. Как им там было, а? Ну давайте глянем. Я не прошёл даже обучение до конца, поэтому я практически ничего здесь не знаю. Ну как я понял основную суть, что нужно делать, я сейчас вам буду её доносить, а уже по ходу мы будем разбираться более детально. Переводить я, конечно же, это всё не буду, я кое-что понял, так, почитал, там, попереводил за кадром, расскажу вам в своих словах, грубо говоря, там, простыми словами объясню. Всё происходит как? Происходят кое-какие беспорядки, точнее всего, возмущения среди обычного честного народа. И Цезарь, чтобы избежать смуты, он специально организовывает мощнейшие, кровавейшие гладиаторские бои и обещает, что в конце там какого-то времени, может быть, даже в конце года, он устроит самый крутой, самый кровавый, мега-супер-бомбезный размес, которого ещё никогда не видел Рим. Это финал гладиаторских боёв. И все, конечно же, стремятся к этому, все хотят заработать немножечко славы, немножечко денег и стать очень популярными, известными в кругах римлян. Так, у нас начинается обучение более досконально, мы сейчас будем как раз изучать, я нам расскажу, что мы делаем. Ну, немножечко предыстории, как видите, у нас дама, которая находится по центру экрана, её нельзя не увидеть, так вот, эта дама, она является главой семьи, и всё это потому, что отец её, а её отец, опять же, он, видимо, тоже глава семьи и руководитель вот этого какого-то определённого, этой определённой общины, я не знаю, что это город или что, я не могу понять это, что это конкретно. Он заболел, он болен, он уже практически, там, уже смерть практически прибрала его к себе в руки, и ей приходится взять на себя всю обязанность, все обязанности, все заботы об этом доме, и она старается это всё сделать. И, естественно, она хочет поучаствовать в этих гладиаторских боях, так как сейчас самый пик, и есть возможность подзаработать и подняться. И мы, естественно, принимаем такое решение. Вот наши гладиаторы, их можно тренировать, их можно одевать, я вам сейчас покажу, смотрите, от любого гладиатора мы жмакаем, можно выбирать ему класс, но нам пока не все классы доступны, дорогие мои, а это будет со временем, там мы можем прокачиваться, и мы со временем сможем уже взять и кое-какие другие классы, например, вот класс какой-то, видимо, этот чувак с сетью и с копьём, да, с трезубцем, стандартный чувак с мечом, гладиатор наш великий, и с щитом, и ещё какой-какой, я не знаю, наверное, просто в броне, может быть, просто с двумя мечами, отсюда не увидишь. У них есть кое-какие статы, есть у них основные статы, я так понимаю, что эти статы можно регулировать, самому настраивать, вы можете спокойно, но за счёт, естественно, других стат вы крутите. Есть определённое количество ХП, есть настроение, которое тоже, кстати, влияет очень сильно, видимо, на его работоспособность, на его прокачку, как я уже сказал, это чисто симулятор гладиатора. У нас есть определённый ресурс, естественно, который мы можем использовать, вот, например, чтобы похилиться, нужно золото, чтобы поднять настроение, например, ему можно дать, там, например, венца хлебнуть, или дать ему денег, и он будет чувствовать себя хорошо. Также мы у любого гладиатора можем уничтожить, убить, это понизит мораль наших всех остальных гладиаторов, мы можем отпустить его на свободу, дать ему свободу, это повысит мораль у всех наших гладиаторов, они будут более, как сказать, у них будет больше надежды на то, что они смогут точно такой же путь пройти. Ну и продать его, конечно, это же рабы, их можно продавать, естественно, чем круче гладиатор, тем дороже стоит. Различные очки, ХП, есть кое-какие основные статы, например, агрессия, я так понимаю, что это мы будем вызывать к себе, именно к этому гладиатору, у него больше всего будет вызывать агрессию от противника. То есть мы сможем агрить на себя, как по-простому, по ММО-РПГшному говоря, это агр, да, на себя, видимо, на рот. Потому что здесь будут бои 3 на 3, 2 на 2 и против львов, и кого здесь только не будет, ё-моё, это просто кровавый фарш. Так вот, есть еще, короче, защита, это насколько защищен наш оппонент, насколько он, видимо, может больше работать, хорошо работать с щитом, насколько это эффективно будет, его работа, насколько броня, видимо, эффективно на нем сидит и работает. Опять же, есть уворотливость его, изворотливость, он более быстро, наверное, он быстрее двигается, быстрее уворачивается, быстрее все делает. И выносливость, естественно же, его, ну, стамину мы все знаем. Можем выбрать ему класс, например, у нас такая класс 1, выбираем 1 класс, и можем теперь его наряжать по-разному, пожалуйста. Левая кнопочка мыши, это продать предмет, уменьшить его качество, правая кнопка мыши, увеличить его качество. Например, меч, шпек, так у нас деньги есть, мы можем, например, там меч купить, ну, допускай, там, хотя бы на 4 уровня, дать ему брони, дать ему шлем, например, на коленники, там, чтобы он посерьезнее был. Там щит ему в руку какой-нибудь, давайте наплечников наденем, ну, пожалуй, хватит. Также мы можем перекручивать, смотреть на других наших бойцов, у этого уже есть, давайте ему меч покруче, щит посильнее и броню посерьезнее. Вот такой он, прям, вообще у нас будет вточенный, чувак, вот ты у нас и пойдешь, наверное, у него 148 хп, то есть есть кто-нибудь посерьезнее. Да никого серьезнее придумать нельзя, а вы посмотрите, какой красавец. Да на него посмотришь, он сразу видно, серьезный человек. А ну-ка, давай, трени, так, тихо-тихо, не-не-не, обратно, тренирован, простите, да, тренирован мне, давай, быстрее, ага. Вот, кстати, чувак пришел, это, короче, приходит к нам человек, который занимался именно обучением гладиаторов, делал их мастерами боя. И он говорит то, что вот так, мол, и так, да, я раньше работал при вашем отце, но вот, так как времена ваш отец приболел, а мне нужно было хоть чем-то-то питаться, я ушел в другие места, но теперь я хочу обратно вернуть славу нашего места чудного, и мы будем вместе бок о бок, хэ, я буду помогать бороться. Мы такие, ну окей, смотрите, что он дает, у него огромнейшее дерево талантов, которым мы можем прокачивать, и для все прокачки нужно время, дорогие друзья, это гуманность, да, то есть мы прокачиваем человечность, да, гуманность. Это можно будет теперь во время гладиаторских боев, может выпасть такая вероятность, что если наш гладиатор проигрывает, да, то он сможет выбрать, то есть там можно будет выбрать, либо пощадить гладиатора, либо убить его. Вот такая фигня. А иначе как бы, а он может сдаться, а нет, вот это сдаться, простите, это другая фигня, но в принципе тоже, наверное, тема похожа, то есть мы можем сдаться в любой момент боя, и тогда тоже будет наверняка пощадить или уничтожить, короче, такая тема, на волю судьбы и толпы мы уйдем. А вот и первый бой, а вот и первый бой. Опять же, скажу вам так вот, да, как бы, да вы и так сами видите, я не полностью все знаю про эту игру, я в нее поиграл буквально, может, минут 20, поэтому не надо строго судить, разбираемся вместе, это же очень интересно. Ну давайте, давайте, поразбираемся. Нам сейчас бой, надо выбрать нам гладиатора против нас. Кстати, можно посмотреть его статы, как видите, он на ловкость, у него пятюнчик на атаку 3, он довольно-таки серьезный, хп на дамаж, дамажит на 26 хп, и по защите он тоже вроде как бы неплох. А мне такой серьезный чувак, давайте-ка мы возьмем кого-нибудь нашего серьезного, на 48. Пускай он сразится с ним, ээ. Сможешь ли ты против нашего Тхрак и Экста, Трахаэк? Нет, нет, это не имеем его, оказывается, нет, это не имеем. Максимус, о, Максимус. Ну, Максимус, ты даже провел, надо было Максимус собрать, да, наверное? Флорус его зовут, Флорус. Какое женское имя, ну да плевать. Дан, я выбираю его. Как видите, есть один из одного, а со временем будет больше народу. Музычка, кстати, тут решает, я вам так скажу, музыка вообще крутая. Пока бой происходит в режиме наблюдения, мы просто наблюдаем, как они сами по себе дерутся, двигаются наши слева, враг справа. Смотрите, мы надумаживаем. Кувырки, давай. Зарезал, как собаку. Вообще шикарно. Смотрите, мы победили первая победа. Да. 450 денег нам дали, дали еды, дали вина и дали рабов. И у нас, естественно, повысилась куча всяких статов у нашего бойца. Поздравляем его с уверенной победой. Он вообще красавчик. Так, мы сразу там венца накатили, я смотрю. К нам приходит чувак. Это магистрат. Он предлагает определенный услуг, который позволит нам, например, покупать рабов у него. У него можно будет купить раба, но этот раб будет не боец. Это просто обычный раб, но он будет здоровый. У него будет полное хп, он будет крепкий, здоровый раб. Но он не боец, короче. Типа такая тема. Также можно с ним участвовать в разных файтах, например, в боях договоренности. Мы, если с ним, например, будем драться, можем где-то повысить, наверное, отношение конкретно его. Я пока еще не пробовал, но, наверное, отношение конкретно его и его друзей, его знакомых мы можем повысить. Если победим в боях, нас сразу начнут более уважать. Мы такие, о, чувак, которые подъедут к нам на Кадиллаке. Ну, извините, ладно, Кадиллаков тут не было в 3 минуты. Тогда на чем-то, на повозке к нам подъедут и скажут, привет, мэн, да мы знаем, что ты крутой и все дела. Кстати, он так и говорит. Мы знаем, что ты крутая, да, мата? Я видел твои бои, да? Этот заказной бой, который был среди моих гладиаторов. Мы с него гладиатором, кстати, бились. И ты очень крута была. Ты молодец. Мы такие, ты говно вопрос. 18 лет уже тренировала этих, ты сопляк еще даже тогда был, да, бляк-бляк. А я уж тренировала. И у нас, кстати, вот 3 дня, видите, идет время, да, количество, когда через сколько дней у нас начнется новый бой. Вот сейчас у нас через 2 дня будет еще бой. Вот если мы возьмем, например, этот скилл и прокачаем его, то мы сможем контролировать нашего бойца сами. Мы сами сможем уворачиваться, крутиться, мутиться там. Ну, все делать. Пока я это делать не хочу. Я вот чем-то другое прокачаю, потому что пока вроде и так будет нормально. Вот, например, взять лучше вот этот, скилл, скиллет, например, да, он будет позволять нам атаковать при... Будет позволять атаковать слева или справа во время верхней, я так понимаю, либо нижней какой-то там, при нижнем и верхнем столкновении. А также, или он будет позволять нам либо сзади, либо спереди атаковать, когда у нас будут боковые столкновения. То есть мы будем очень вертки, наверное, будем мочить там сбоку-слева, затыкаем просто его, это будет жестко. Есть еще вот такая штука, да, у нас. Но я пока даже не знаю, брать ли ее или нет. Я просто пока не очень понимаю, сколько он тратит-то вообще этой стамины. То есть в время боя сколько стамины уходит. Может быть много стамины, может мало стамины. Пока я еще не особо сильно в этом соображаю, но как тут видно, что наш гладиатор, он постоянно бегает, он постоянно передвигается и при этом тратит намного меньше стамины. Но будет тратить меньше. Пока я даже не знаю, давайте лучше возьмем атакинг. А там посмотрим. Атаковать это будет круто. Причем смотрите, видите, время идет, мы даже, наверное, не успеем прокачать. У него очень медленно идет, нам надо было хоть кого-то потренировать еще, не успели мы потренировать. Награды, как вы видите, они рандомные вообще. Вам могут дать вот такое, что-то, да, что-то такое могут дать. Могут дать какие-то другие награды. А также у нас есть возможность, например, здесь нам дают возможность, можно ли будет помиловать или нет нашего бойца или его бойца, неважно, наверное. На это не сильно влияет. Или какие-то другие условия должны срабатывать. Типа заказной бой, короче. Типа бабосы, мы должны не только не заказной, как сказать это правильно, типа оплатить за, ну, как бы за бой мои взносы, взносы, вот. А это у него здесь написаны, кстати, какие-то препятствия. Походу он может ставить какие-то палки в колеса, но я имею в виду, что он, возможно, может там какие-то шипы, там что-то еще, может колесеницы будут. Тут наверняка все это будет. Так, давайте, ладно, мы выберем нашего бойца, как видите, наш бойц один побитый, который был в прошлый раз. Возьмем какого-нибудь другого. Этот вроде тоже неплох. Но вот что-то я переживаю, конечно, он не такой сильно хорош, что был, как вот тот, например, блин. А это 126 хп. 2, 1, 30, 27, вроде попроще, 79. Ух, давайте лучше этого возьмем. Что-то у того с уворотами совсем что-то туго. А, это сагро, сагро, тру, 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 да, агро у него плохое, да? И защита какая. А это тоже неплохо. Ну-ка, а здесь наоборот, здесь наоборот, давайте лучше этого лучше. Давайте вот этого. Погнали, погнали, погнали. Можем проиграть, е-мое. Ставим на своего, ставим на своего. Мы научились в бок слева, справа бить. Давай, вот применяй свои приемы, е-мое. Учи-ка, как я тебя учил прям. Слева заходишь сразу, в горло. В горло. Давай, хоп, смотри, притонули, нормально, еще один удар. Давай еще один. Красавчик, просто бог боя. Ты посмотрите, как он натворяет, что он натворяет. Он просто режет, режет, карамсает. Видите, даже девчонки начали трусики кить. А, тогда не ходили в трусиках, я забыл. Но могли кидать трусы. Если бы были мы у них трусы на тот момент, у этих римлян. Али мы их кидали. Я вам говорю, настолько он крутой боец. И куча еще 5 рабов. Мы можем продавать рабов, у нас рабов просто немерено. Е-мое. Так, к нам пришел еще один чувак. Этот чувак, это военный. Он какой-то легат, его зовут. И он какой-то крутой военный. Он где-то недалеко остановился возле нас. У него где-то войска тут стоят. И он предлагает тоже. Он говорит, типа, крутой бой. Да, ты побился с моим бойцом, которого я выставлял. Он был очень крут. Ну ты был круче, твой боец был круче. И я это уважаю. И мы будем давай вместе уже что-нибудь вытворять. Короче говоря, он тоже самое предлагает. Но только он предлагает, у него бойцов можно будет купить. Которые войны. Они будут не такие крепкие. Не будут они такие здоровые. Такие по здоровью имеется ввиду. По хп. Как, например, у того чувака, у другого, да. У этого магистрата, да. Но зато это воины. Они будут сразу с мундированием. Они будут воинственные, как бы. Ну это будет круто, реально. Вот я могу вам сейчас даже показать. Смотрите. У него есть... Вот, можно приобрести гладиатора. Ну вот этот без брони, конечно. Без нихрена вообще. А этот вот, пожалуйста. У него есть кое-какие навыки. И он уже, как бы, кое-что умеет. Видите, у него агилити 4 уровня. Атака на 22. То есть он такой уже, как бы, соображат. Это что делать? Вот. То есть это бойцы. Их можно похилить. Это, кстати, не так дорого. По-моему, по одной монете всего захил платишь. Вроде кажется, поначалу, как бы, фигня. У этих тоже, кстати, у чуваков есть понятие, как настроение. Мы тоже можем его повышать. Там под винчика им подливать, знаете, во время беседы. Там. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну это же дама, да. Она такая. Хоп-хоп. Такая раз. Руками слегка грудь там примяла. Они такие, вау-вау-вау-вау. Это мы винцаем под... Нормально все, короче. Все нормально. То есть это так, так и было. Так и делали. Бизнес, как говорится. Ну и тут тоже. Короче, много всего можно сделать с ними. Заказной бой можно сделать. Как только поставить бы на паузу нам. Но, походу, паузы здесь нет. И ее здесь не предусмотрено. Так, давайте будем тренировать. Потренируем наших крутых бойцов. Давайте всех тренировать. Пускай тренируются. Че? Тренируйтесь все. Есть тренировка. Так, у нас новый бой. Черт подиаре. Магистрат. Он ставит своего бойца против нас. Так. Музычка шикарная, да? Да. Вообще шикарная просто. Мне нравится. Так, у нас есть боец один. Но он вообще в прошлый раз просто раскошмарил этого чувака. Видели, как он это сделал? Просто нашинковал его, как репу вареную. Я не знаю. Я прям хочу еще его поставить. Давайте его еще. Надо было прикупить им шмота получше. Че-то я вот тут тоже пожалел. Надо быстро, быстро. Тут надо быстро действовать. Я не успеваю пока. Видите, соображам. Слишком долго. Этот тоже, тоже хорош. Смотрите. Дэммоч у него 16. У нашего. Дэммоч 42. Пипец. Я попаду, просто разнесу его в щепу. Ну давай, макистрацкая крыса. Посмотрим, кто кого. Давай. Давай, боец ты наш. Как его зовут-то хоть? Варнеус или Варнеус? Фига себе у него копа. Вашего покрошили малость. Давай, бей. Слива. Молодец. Хороший удар. Красавчик. Да. Да. Вот это да. Хорош. Дали немножко денег и одного нечестного раба. Капец. Так, надо похилить ребяточек. Так, а ваш отец зовет к себе. Ну, отец нам говорит о том, что... Мол, он не знал, он даже не ожидал, что мы сможем чего-то добиться. И мы тут, понимаешь, показали себе. Он такой... Вау-хау-хау. Я допонюш на смертном Андре. Вы тут такое вытворяете. Ю-ху. Слава богу, что я это видел перед смертью. Теперь я видел все. Так вот. Он говорит нам о том, что... Для того, чтобы нам пройти дальше, нам нужно побеждать в региональных чемпионатах. И я так понимаю, что некоторые региональные чемпионаты очень даже непростые. И в этих регионалочках, чем дороже... Вообще, любой чемпионат, чем, видимо, круче добыча на них, чем больше мы сможем получить с этого чемпионата, тем дороже будет, естественно, и вход на эти чемпионаты. Тем сложнее будет добраться, тем больше ресурсов мы будем тратить на него. Вот. Но когда мы победим в первом региональном чемпионате, он расскажет еще про благословение Ю-питера. Мы пока еще ничего, видимо, не добились. Давайте жмакнем на эту штуку, посмотрим. Вот, пожалуйста, вся Италия. И куда нам можно добраться, да, получается? Это вот сюда. Вот эти все закрыты. Области, да? Сюда. Сюда и сюда. Мы-то где находимся? Черт его знает. Нужно победить. 9 чемпионатов пройти. Что, видимо, добыть. Попасть на самый крутой чемпионат в мире. Ну, не в мире. В Италии. Вот так вот. Я не знаю, на какой из них можно идти или нужно идти. Я не понимаю пока. В принципе, вот этот вроде самый дешевый. Тут надо всего лишь одной еды. 14 воды. 10 по времени. 10 дней мы будем двигаться. И 8 монет. Он самый дешевый из них из всех. Понятия не имею. Вполне возможно, это стартовые региональные чемпионаты. И поэтому тут, наверное, разницы-то вообще нет, куда идти. Это дальше будет. Типа здесь что-то. Вот 13 монет уже стоит. Это 8 монет. Это хрен его знает. Что-то закрыто. И мы еще даже посмотреть не можем. Видимо, тут разные темки. Но давайте пойдем, наверное, сюда. Почему бы и нет. Ага, вот чемпионат. Да мы сейчас выбираем против бойца. Так они тут крутые. Пипец. У него 500 хп. Ё-моё. Мы его не убьем. И это наша ставка, кстати. Мы его не убьем даже близко. Это нам надо было качаться. Ну давайте вот этого выставим. Хотя вряд ли он справится. Ну давайте посмотрим. На махач. Дэн. Давай раз на раз. Кстати, вот смотрите. Это какая-то мистери. Какая-то фигня, короче, здесь будет происходить. О, круглый колизей. Мы так вообще не видели. Ааа, мочилово. Фига он ударил. Два удара и все. Ааа. Он просто разлюбил пополам нашего. С трех ударов. Минус один. Ну я так и знал. Но нам пока еще туда рано. Нам надо покачаться. Покачать железо. Сейчас все там сгрустнут, наверное, потихоньку. Так, тихо. Давай-ка мы будем продавать, наверное, рабов. Кто у нас самый худой? Самый худой и ненужный. Вот 25. Я вижу тебя. Давай продадим тебе. Продадим. Этого раба продали. Давайте какого-нибудь отпустим. Отпустим раба. Что тут в монетке там всего лишь-то? Фигня вообще. 107 месяц, кстати, хп у этого. 134 вижу. 133 вижу. Ну, в птицах заливаю. Вот 133 нормально. Давайте его просто освободим. Дадим. Thank you. Конечно, спасибо. Ноги мне целовать будешь. Так, давайте я так немножечко расставлю наших бойцов. У нас всего два бойца осталось. Тренируем их. Кстати, я, наверное... Так, еще три дня у нас есть. Выбираем нового бойца. Раз, один. Выбрали класс. Давайте посмотрим. Где-то 170 было здоровья. Я вот увидел чувака. Во-во-во-во. Вот его давайте возьмем. Так, по-быстрому сейчас заглянем вот сюда. Что мы вообще можем? Кстати, мы изучили эту шняшку. Blade Control. Это Control, да? Это получается мы тебе кровотечение, что ли, будем навешивать? Э-э-э. Не, это Blade, это в смысле лезвие, да, имеется в виду, естественно? Это не про кровь, что-то я вообще загнался. Смотрите. Получается, мы можем нанести, как я понимаю, да, это мы можем... Мы будем наносить на 25% больше урона сильной атакой, да? Любым оружием причем. Это хорошая вещь. А это Shield Concon. Это уже с щитом. Мы будем дефать на 25%, то есть защищаться будем на 25% круче. Блин, это вообще балденно. Вот это вполне возможно стоит даже изучить, потому что мы будем контролировать сами уже своего бойца. Давайте так и сделаем, посмотрим. Кстати, могу сказать такую вот тему. А если вам даже понравилась игра, хочу сразу вас предупредить, дорогие друзья. На данный момент игра находится в бета-тесте. Это я не сказал сразу, к сожалению, да, я сейчас об этом жалею, потому что... Может, у нас уже кинулся покупать ее? Хочу вам сразу сказать. Она в бете, и в бете пока недоступны сейвы. То есть вы вот сели поиграть, вышли из игры, и весь ваш прогресс полностью исчез. Поэтому задумайтесь перед тем, стоит ли брать или нет. Это главное, такой важный вопрос. Ну, как бы, мне кажется, поразвлекаться вполне очень даже. Но я думаю, что это наверняка временное просто явление. Со временем по-любому будут сейвы, это, ну, куда ж без них-то, е-мое. Ни одна игра уже не обходится. Так, это мы, короче, взяли. Да, мы же взяли, мы выбрали, да? Давайте его похилим за один коин. Да куда ж ты скачешь? И тебя за один. Они хилятся постепенно. То есть он вместо тренировки хилом занимается. У него хилинг идет полный. Так, кого мы там взяли? Где 170? Где боец? 170 мне где? 160, не ты. 100, вот, 170. Мы уже выбрали, сейчас сделаем из него мега бойца. Возьмем меч покруче. Кстати, там еще фигня какая-то лежит на столике, где папанька-то меня звал, наш гондурасский. Давайте щит получше. Давайте вот такой красненький. Он покруче, он все-таки специальный имперский щит. Как он называется-то? Тауэр шилд, да? Что еще? Наплечник, наплечник от ударов по плечам, естественно. А нагрудник от удара по груди. Все очень даже логично. Еще мяч покруче. Мы потратили на него до 200 денег. Я считаю, что это хорошее вложение. Видите, статы-то растут. Растут с него статы. Так, его надо тренировать. Чувак, где ты там у меня? Иди сюда. Цапцабей, тренируйся давай. Так, и пляши там, ага. Ё-моё, нифига себе! Вы че, кони что ли? Фига. Смотри, что они хотят, а. Они хотят, чтобы я против троих воинов выставил своих. Типа, если против четверых, выставил своих четверых. Так, я... А че, я не могу сразу всех добавить, что ли? А я должен одного выставить против них? Вообще псы, что ли? У с ума посходили. Какой одного? Одного против четверых? Не, ну вы че, не шутите? Я только чувака вканчал. Это же не честный бой. И так мало даете. Дима, 38. Так они просто меня порубают в капусту. Да идите, улыбки, я даже откажусь. Иди нахрен. Да, закрой свой рот. На, попей вина и молчи. Вот так вот. Че там у тебя тоже все хреново? Давайте тоже его напоим. Все нормально. Отвлекли внимание. Там вообще проблем. Ооо, тихо-тихо. Вот есть такая тема. Это магазин. Мы покупаем разные продукты. У нас, видите, воды нет вообще. Нам надо воду покупать. Покупаем воду. Покупаем весь провиант. Просто покупаем. Нам все это надо. На наши бабки. Он стоит копейки. Там по одной танге. Короче, мы платим. И все нормально. Нельзя ронять. Вообще нельзя ронять. Можем продать так же. Ну вот. И давайте вот эту шнягу. А, это же просто это регионалочки. Да, мы посмотрели их. Так, что надо тренироваться. Тренируемся, тренируемся. Ребят, че такое? Че с тобой, братан? Тебе плохо? Тебе все хорошо у тебя? Наса дани. Венца. Настроение улучшилось. Так, давайте тренируемся, тренируемся. Они тренируются у меня. Давайте, ребятки, тренируйтесь, тренируйтесь. А, в игре, кстати, есть еще события. Различного рода происходят, например. Идет описание, и мы выбираем. От этого зависит, например, настроение может зависеть. Ну, разные, наверное, события могут происходить. Может быть, нам даже и денег кто-то даст. Может быть, что-то еще. Но чаще всего, мне кажется, будут происходить события, которые будут влиять конкретно на моральное состояние, наших бойцов. Например, они там все расстроились. Например, пришла женщина, попросила, чтобы ее защитили. Или еще что-то помогли ей. Или пришел мужчина и говорит, мой товар украли. Или еще что-нибудь. Я не знаю, что будет. Давайте почитаем, что здесь. И будем уже смотреть по этому поводу. Делать выводы. Как я понял, здесь происходит выбор стороны. То есть, мы должны выбрать либо легата, либо магистрата. Кто-то из них, они просят, чтобы мы дали им одного из гладиаторов, чтобы они выставили их на какие-то представления. Но на нелетальные представления, хочу сказать. Они нелетальные. То есть, они просто идем поучаствуют. Там борьба, не борьба. Что там будет, непонятно. И мы должны выбрать, кого мы выбираем. Наверняка, если мы выберем одного, то у одного повысится моральное состояние. То есть, он будет более к нам предрасположен, а другого наверняка ухудшится. И наоборот. То есть, тут уже думаем, в кого, кого, куда. Да, мне, в принципе, пофиг. Давайте выберем, например. Ну, выберем, давайте. Пускай это будет гладиатор к легату, пускай идет. Так, ну да, вот все нормально. Процессники. Видите, у него повысилось, а у этого понизилось отношение. Так, давайте посмотрим, что мы еще можем взять. Я уже, кстати, взял майн-контроль. Мы теперь сможем контролировать. Я бы взял, наверное, на шилд. Мы бы лучше контролировали щит. Это было бы гораздо круче. Так, братан, давай, тренируйся. Ты тоже тренируйся. Тренируйтесь все. Вы мне все нужны. Так, и давайте-ка я еще одного воина возьму. Еще нужен один воин. Еще где-то за 100. 160 где-то там. 160, 170. Вот 160 нормальный чувак. Давайте мы возьмем крутой меч. Шляпу ему дадим. Броню там крутую. С этой стороны тоже все круто. Броня посерьезнее. Штаны, чтобы трусы не падали. Щит нормальный. Тоже такой красненький. Ага, ага. И шляпу еще. Вот эта шляпа норма. И вот эта броня. Но все, вложили бабла в чувака. Все равно, как я чувствую, что он голый. Так. Так, опять просят меня одного бойца против троих выставить. Ну вы что, с ума посходили? Как я буду биться против троих-то один? У них у всех дамаг по 35. Они там ни разу рубанут в лицо. Я капец, отъехал. Ну давайте какой-нибудь покрупнее выставим. По-моему, это какой-то кидаловый. Вам так не кажется? Давайте. Я, может, могу выбрать кого-то конкретного? Погнали. Не, вот смотрите, все трое. Так они сейчас просто меня сутубасят втроем-то. Втроем можно и самого крутого выхлестнуть. Ё-моё. Так. Так, ну вроде я могу сам управлять им. Чё? Я нифига управлять не мог, кстати. Двигаться не мог, ничего делать не мог. Конечно, его убьют. Там трое против одного. Чё за тупизм вообще? Это чё за дичь? Вы чё мне за дичь втираете, ребята? Так, шилд изучает. Просто взяли, убили мы его. Мы хотим убить одного вашего, вы не против? Как бы типа того. Давайте уйдствуем против 18 бойцов и я вот, пожалуйста, и выживательно голый выходить. Там любой хрен просто бы разложился, честное слово. Даже Максимус, Максимус даже бы умер бы, я вам говорю. Даже он бы не выдержал. Так, ну давайте, давайте одевать этого нашего бойца. Ну капец, денег нет уже. Совсем с деньгами туго. Нам нужно бою выигрывать, а нам не дают это делать. Штанцы тебе и щит. Давай красный оденем щит опять. Ну вроде только покруче. Денег не хватает, уже всё. Сделаем ещё одного бойца. Вот, тренируйтесь, тренируйтесь, ребятки. Давайте, давайте, не стойте. Все тренируемся. Так, ждём боя. Так, шилд контроль выучен. Так, давайте ещё что-нибудь подучим. Давайте вот это выучим. Тоже деньги. Еду могу купить. Вот давайте вина возьмём чуть-чуть и воды. Воду всё заберём. Так, 93 монет у нас вроде осталось. Давайте, давайте, тренируйтесь. Тренируйтесь. Не стоим, не стоим. У нас ещё дофига дней. Блин, ну это пипец. Это рвань какая-то. Это ненормально. Это так не должно быть. Я ничего сделать-то не могу, понимаете. Я пикануть-то могу своего одного. Так они его порвут. И почему-то я не могу управлять своим. Может здесь что-то надо... Какой-то надо прокачку сделать, чтобы я мог... Гладиатор versus групп. Ну короче, да, типа один гладиатор против группы наших, вот типа того гладиаторов. Где тихо нахрен с такими условиями? Ну давай ещё, ещё одного. Капец. О, нифига, мы ещё на... Мы ещё на цепи пришли. Победил! Победил! Он победил их! Он просто красава! Он просто порвал их, вы прикиньте, я нифига себе, он на цепи был! На цепи, чувак, прикиньте, на цепи и порвал их! Они... Ты просто, я не верю в это! Я не верю в это, офигеть, как круто! Ё-моё! Фигаси! Чувак, ты просто божество, ты просто талант! Я не знаю, что тебе, брат, тебя ещё можно сказать. Так, у неё совсем там плохо, наверное, с хп, братан, тебе надо подхилить. Давай мы его будем ухилить. Венца ему налей там! Коина дай! Он заслужил просто... Сделайте его жизнь счастливой. Вы все тренируетесь, тренируетесь, давай, давай, давай! Все тренируемся, все! Ну, кроме него, он может отдыхать у нас. Смотрите, мы ещё что-то изучили. Мы... Я что-то не понял, кстати, с майн-контролем. Я вроде бы его изучил, но я не могу двигаться, я не могу действовать нашими гладиаторами. Я думаю, я мог бегать вверх-вниз-влево-вправо, даже в управлении написано это. Где-то есть туда, так-то как, гейм-опшнс. То есть, вот, есть возможность, есть управление, но я вот эти кнопки прожимаю, он вообще ничего не делает, он не ходит. Странно, это же майн-контроль. Ну да. Короче, ясно, ничего не понятно. Так, братишка, давай, братишка. Так, вы все тренируетесь, тренируйся, пёс. Не стой. Скоро бои. Пи-пипец, вы что, да идите нахрен, не. Они же все вооружённые. Не-не-не-не-не, идите нахрен. Я вообще не хочу от этой всей вашей байдой заниматься. Давайте этого тоже споим. А, его нельзя, смотрите, у него нет возможности. Так, водичку, вина, у нас вина. А, вина просто недостаточно было, я понял. Так-то мы могли. По четыре вина уже, прикиньте, его спаивать. Он же такой алкоголик стал, знаете, мы уже... А этому вообще аж 70 надо. Пипец, так это я его напоил просто. Получается, каждый раз ему надо всё больше и больше ресурса, чтобы повышать его настроение. Чё сразу не заметил. Так что с этим надо быть вообще аккуратно. Лучше повышать настроение во время боёв, да? Как же нам тогда посражаться? Может, знаете, может, сами будем вызывать на бой? Тут есть такая тема. Вызвать на матч. Или вот этот вот? А, нет, это он берёт покровительство над Гладиатором. Давайте вызовем на матч против одного. Ну, как-то вроде по чесноку, разве нет? Я сейчас пикану своего бойца. Вот этого. Флорус! Он сделает сейчас мне флорус виктори. Давай, гоу, гоу, гоу. Так, сейчас попробуем. Я попробую сейчас ещё раз. Может, у меня получится бегать, передвигаться. Три, два, один. Опять я на цепи. Да какого хрена? Рви его, флорус! Ну, он просто жёстко, жёстко. Просто смотрите, он порезал. Да! Смотрите, всё равно до какого-то крутого боя, да, идёт время. Какая, типа, пофиг разницы. Так, братан, у меня тут хилится. Так, этого тоже бы желательно похилить. То есть, с этим мы, считай... Это чё, у него настроение ухудшилось, что ли? Так, нам предлагают какую-то сделку, да? Давайте посмотрим. Так, смотрите, к нам пришёл травник, который предлагает какие-то травы, которые полностью излечат всех наших бойцов. Задействует лишь монетки. Но, учитывая то, что у нас... Ну, две монетки, ладно, давайте примем. У нас, в принципе-то, нет битых. Отлично. Так, давай тренируемся. Так, а чё не излечили травник-то? Чё не излечил? О, один боец, слава богу! Посмотрите! 49! Ну, это мощный боец, мощный! Почему у меня... Может быть, от этого цепи-то и есть, как бы, типа, я должен отрубить её, и тогда я смогу управлять им? Я чё-то не очень понимаю... А, не-не-не-не-не-не, это условие, да? У этого тоже, кстати, смотрите, вот у вас условие затруднения. Так, кого мы выберем? Кто у нас самый крутой? Давайте возьмём его. 56 дамага. Давай, сынок. Давай, на! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Фига себе! Он просто зарубил моего, видали? Просто моментальные удары. Пэтч-пэтч-пэтч и всё. Разобраться бы, почему я не могу управлять своими бойцами, и я думаю, было бы нормально. Можно было самому уже управлять. Ну, что могу сказать, дорогие друзья? Это довольно-таки интересная и увлекательная игра, в которую можно залипать, я думаю, часами, потому что это же симулятор, он всегда такой. Но нам нужно остановиться, я так думаю. Давайте остановимся, это какая-то не очень интересная картинка, пускай будет такая, да, на фоне. Давайте остановимся, наверное, на этом изучении. Игрушка довольно-таки любопытная, и в ней много чего интересного. Я не очень, конечно, понимаю принцип выставления против меня бойцов вот таких вот, да, там типа по два, по три, по шесть бойцов, а против одного всего лишь моего. Почему я могу только одного своего выбирать? Давайте уберём, может быть, здесь надо что-то купить, чтобы я мог выбирать, например, несколько бойцов. Может быть, нет. Это что-то с оружием. Это с выносливостью. Что же это там с Юпитером? Экстра Юпитер. Видимо, как раз штуки, которые мне, которые мне, я говорю, папаня, что там, просто это с Юпитер, благословение Юпитера, видимо, может быть, работать будет лучше. Экстра Юпитер. Видимо, какие-то экстра штуки. Ну ладно, не суть важна. Игрушка довольно-таки любопытная, как я уже сказал. Если вам она понравилась, можете приобрести. У нас в Стиме продаётся. Уже появилась в продаже. Можете поиграть и посмотреть для себя, интересно ли она вам будет или нет. Ну а я славно повеселился. Гладиаторы, это всегда весело. Это всегда кровавое крошиво. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте ставить пальцы вверх, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты, ну и вступать на нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых приключениях и в новых боях. Всем пока.